Расстилают матрасы и лепят вареники. Так готовятся к приему жители многоэтажек в домашнем пункте обогрева Ольги Бобрусь в городе Гнивань. Женщина решила приютить в собственном доме соседей, жителей высоток, которые из-за российских террористических атак остались без света, тепла и возможности приготовить еду. Ольга имеет теплый дом, воду в колодце и готовые комнаты. Если мамы с маленькими детьми по несколько дней будут без отопления, то у них тоже будет проблема. Детки позамерзают. Бросила там два матраса, вот здесь человек шесть может сесть. Одновременно в двух комнатах может разместиться до 20 человек. В доме Ольги есть печка. Ею в первую очередь обогрела соседей. Среди них харьковчанка Нина. Говорит, именно Ольга вселила ей веру в людей и в нашу победу. Даже сейчас у меня слезы, у меня боль в душе, но становится легче и всегда чувствуется, что рядом кто-то, как родные. У Владислава дома электрический котел. После отключения света квартира моментально охладевает. В Ольгином домашнем пункте несокрушимости он греется и делает уроки. Идет обучение, нужно делать домашние задания, а зарядить телефон нельзя. Здесь можно прийти, зарядить телефон, посидеть тепленько, выпить чаю. Все удобства, которые исчезают при отсутствии света для жителей многоэтажек, в хозяйстве Ольги есть под рукой. Дрова для тепла и колодец полной воды. В небольшом городке свет выключают по графику и иногда жители по 10 часов без электричества. В домашнем пункте обогрева работа кипит с самого утра. Для соседей в печи готовят картошку с салом и вареники. Мы с женщинами решили налепить вареников, запечь какую-то картошечку, принести сладкого, расстелили матрасы. Человечность Ольги Бобрусь стала примером для соседей, которые также живут в частных домах. Они тоже готовы приютить всех, кому нужно тепло и поддержка, убеждая этим, что только вместе украинцы могут пережить морозную зиму и победить врага. Людмила Цымбалюк, Анатолий Дмитриев в рамках марафона на канале Freedom.